И так Продолжаем Наш разговор Снова я Маякните мне Кто меня видит Теперь уже нормальное Разрешение должно быть Почему он интересно пережимает Непонятно Как будто черная рамка Берется Да, выбор то есть Это я вижу Так, звук 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 раз, раз, раз Слышно меня? Так Раз, раз Так, слышно Честно говоря Не знаю Откуда Почему черная рамка идет Потому что Так Даже нормально Корректно Отображаться Ну да ладно Остальные Остальные видно меня? Слышно? Смотрят меня? На ютубе Отпишитесь Так, ну все Продолжаем Я сейчас себя погашу Что-то вам не мешать Так В общем Теперь у вас хотя бы Получше будет видно Все без этих Секи проблем Вот структура Термиоз Во первых Мы устанавливаем С помощью Команды Стэф Спит Входящая скорость Теоспит Выходящую скорость Дальше Устанавливаем Снимаем Соответственно Парити бит Стоп бит Стоп бит Здесь равен 2 Если он очищен То это 2 стоп бит А здесь То есть Если он установлен Это 2 стоп бит А если очищен Как здесь Это 1 стоп бит Соответственно 8 бит данных Убираем управление Аппаратное управление потоком Здесь вот Включение Ну там Передатчика Игнорирование Контроля Бандемных линий Ксов контроль Убираем Снимаем Соответственно биты Переводим Терминал Терминал Обращаю ваше внимание Это очень важно Терминал Вне канонический режим Это уже управление Терминалом пошло Выключаем Эхо И выключаем Сигналы Здесь отключение Выходного Препроцессинг Output Здесь вот Это место Я немножко Поясню Чуть попозже Но в данном случае Кратко 40 символов За раз 40 байт Может быть считано За раз Вот Здесь Вот эта вся Настройка Которая у нас есть Переводит Режим Чтения Блокирующий То есть Покуда у нас Не будет считано Что-нибудь Мы Не Не попадем В этот Терминал Ну то есть Мы Вот Чтение Когда запустили Соответственно Чтение будет стоять Вот Просто стоять И никуда не будет деваться Оно будет Прочитываться Ровно столько Будет читать Вот Ждать Читать 40 Этих байт Давайте продемонстрируем Как все это будет Работать На самом деле Так Наш терминал CD CDP Blocking Grid А Я Да Я уже показал Что это Найдено там Сейчас РМ Соответственно GTC Я сам не люблю Большие и маленькие буквы Но по справедливости Раз это было Была Чужая программа То почему бы не использовать Как она написана Вот это вот Экзит Ман Мантриэкзит Посмотрим Да Эстаделиб Должно быть добавлено То есть не было Эстаделиба Чтобы использовать функцию Экзита Добавим сюда В инклуде Еще Эстаделиб Для тех Кто не знает Что означает Цифра 3 То цифра 3 Означает Что это Ман страниц Липси Цифра 2 Допустим Ман 2 Реат Это Ман страниц Для системных вызовов Если я опущу Ман 2 Реат То Ну допустим Не реат А тут допустим Ман 2 Слип Ман слеп Сделаю То слеп Это будет башевская команда В слеп 1 Видите То есть страница Слип 1 А слеп На самом деле Тот который нам нужен Если для линукса Для программирования То это Соответственно Липси Команда будет Слип Вот она Соответственно Запустим Serial Portrait Обращаю внимание Что делает наша программа Сейчас я Мы установили Компорт Сконфигурировали его Дальше Отправили Эту структуру По файлам Дескриптору Соответственно Установили Ее полностью Чтобы Те Настройки Они соответственно Были После этого Мы говорим Сейчас я хотел Вот так сделать После этого Мы говорим Выделяем буфер Для чтения Сколько байт Прочитано Это нам не нужно Да Не нужно Это я просто Тут еще Развлекался Отлаживал Все это дело И перевожу Это все В бесконечный Цикл На самом деле То есть Количество Считанных байт А Интитом Нам нужно Количество Считанных байт Вот мы Делаем Чтение байт Печатаем Сколько байт Было прочитано И после этого Выводим Количество Прочитанных байт Я сделал Бесконечный цикл Чтобы Мы могли Бесконечно Это читать Поскольку Мы читаем По 32 Байта А посылка Карточки Она значительно Больше Обращаем Внимание Что Выпадать Из цикла Рид Мы будем Только По приходу Этих данных И количество Запрошенных Данных Оно может Не соответствовать Количеству Данных Которые Мы примем Давайте Я продемонстрирую Здесь же Сейчас включу Еще Видео Чтобы было Понятно Что я делаю Вот Было Произведено Считывание И Считалось Сколько Это Байт То есть Видите Считалось Сначала 32 Байта Не очень Довольно Что там Минус Сейчас я Тоже Уберу И вот Прочитана Какая Это Строка Если Мы С вами Откроем Наш Захватчик И Сравним То Сколько Было Считано На самом Деле То Считано Немножко Вот Наши Данные То Считано Немножко Тут Побольше Чем Реально У нас Пришло На экран Видите С чем Это Связано И Наш Программа Продолжает Висеть И Соответственно Продолжает Ждать Пока Придут Данные Если Мы Сейчас Еще Раз Я Проведу Карточкой Я Уже Без Видео Это Сделаю То У нас Еще Придут Данные И Вы Увидите Что По 32 Байта Считывается Даже Если Реально В буфере Продолжает Лежать Не 32 А Чуть Меньше Байт То Она Все Рано Будет Не Выдаст Нам Пока Не Наполнится Буфер 32 Байт И Будет Будет Вечно Ждать Покуда Нас Не Будет Перед Нам А Это Так Называем Режим Блокирующего Чтения Количество Байт Которые Мы Можем Считать За Раз Определяется Вот Этой Переменной Здесь Не Меньше 40 Но Мы Запрашиваем 32 Байта То Есте Соответственно Если Мы Запрашивали Здесь По Одному Байту То Мы По Одному И Считали Но Если Мы Запросим Допустим Здесь По Ставим 10 А Будем Спрашивать 32 То Мы Будем Все Рано Считывать По 10 Байт Сейчас Продемонстрирую Как Это Будет Выглядеть То Сейчас У нас Будет Считывание Строго По 10 Байт Видите Посылки Строго По 10 Байт 10 Байт То Было Считано 10 Байт Вот Этих Байт Потом Следующий 10 Байт Следующий 10 Байт Следующий 10 Байт То У нас В цикле Соответственно Читается По 10 Байт Хотя Мы Запрашиваем 32 Байта То О чем Я Вам Говорил Что Нужно Очень Строго Контролировать Реальное Количество Сколько Вы Вычитываете Вы Вычитываете Не 32 Которого Запросили А На Самом Деле По 10 Можно Здесь Поставить 1 И Вы Будете Читать По Одному Байту При Том Что Если У вас Не Набралось 10 Байт То У Вас Так И Останется Не Дочитанные Эти 10 Байт То Допустим Если Выбрать По Одному Байту То 0 0 0 4 0 В конце Даже Можем Проверить Действительно 4 0 Да Вот Это Вот Это Посылка И Точка В конце Должна Быть Точка Точка У нас Не Дочиталась Но Она Наверное Вывалится В Следующую Посылку Ну То Ладно Она Может Не Точка Там Я Это Может Вру Что Это Может Быть Кстати Не ASCII Символ Да Это Наверное Не Точка Это Не ASCII Символ Это Тоже Какая-то Управляющая Последовательность Это Не ASCII То Есть Не Печатный Символ Это Точка Так Что Вот Пример Блокирующего Чтения Он Очень Хороший С Точки Зреть Того Что Показывает На Сам Деле Особенность Это Блокирующего Чтения Это Можно Тоже Не Конфигурировать Тогда По умолчанию Будет Равно Нулю И Будет На самом Деле Вычитываться Столько Сколько У вас Должно Быть То есть Сколько Вы Запрашиваете Столько Должно Вычитываться Нет Все равно По одному Вычитывает Тогда Будет Да По одному Интересно Ноль Если поставить Ну Ноль Он Будет Вываливать С нулем То есть Он Будет Все Вываливаться То есть Не Будет Блокирующим Чтением Что За Параметр Вот Это Витай Допустим Поставим Здесь 40 Символов А Тайм Мы Поставим Тысячу А я Единственное Напомню Себе Витайм В Сколько Оно Какой Размер В Децисекундах Десятых Десятых Долей Секунды Значит Соответственно Тысяча Это Сто Секунд Значит Одна Секунда Это Будет Десять Да Ну Допустим Поставим Вот Одна Десять Секунд Это Будет Сто Как Раз Не Очень Неудобно, 100 секунд. Это блокирующее чтение, но блокируется оно на время. Здесь 1 секунда, ну-ка. Видите, оно отдает, то есть рейт блокируется. Он остается заблокированным, покуда нет данных. Но если данные пришли, какие-то, то он будет разблокирован. Вот последняя строка, видите. Он будет все равно разблокирован через 1 секунду и отдаст эти данные. То есть даже если было запрошено 32, то если у него будет меньше 32, то через 1 секунду он все равно не будет ее ждать и отдаст эти данные. Вот смотрите, еще раз. Видите, через секунду он эти данные отдал. То есть блокирующее чтение. То есть если у вас вот этот параметр не стоит, то у вас будет блокирующее чтение, будет заблокировано просто пока 40 байт не придет. А так он будет через некоторое время, раз блокируется и отдаст вам оставшиеся байты у вас в буфере. Таким образом вы можете дополучить те необходимые данные, которые вы ожидаете с помощью вот этого числа. Блокирующее чтение всем хорошо, кроме того, что ваша программа ничего не может больше делать, кроме того, что блокирующее читать. И вы поставили чтение, вот здесь встряли в это чтение и на веки вечные будете здесь стоять, пока какие-нибудь данные вам не упадут, хотя бы один байтик, и вы его по таймауту примете вот поэтому. А до этого будете веки вечные стоять, и допустим, это очревато, если у вас, например, нет данных, обрыв линий произошел, в вашей программе необходимо как-то это все отработать. Вы вот послали посылку, отправили посылку, и данные не пришли никакие. Что дальше делать? Давайте... Просят на ютубе скинуть файлик, блок 1 интро. Этот файлик есть у людей, которые проходили мой курс программирования под Linux. Вы можете, на самом деле, соответственно, получить этот файлик. Почему картинка дрыгается? Не знаю, честно говоря. Вот не могу ответить на этот вопрос. Надо разобраться, как правильно конфигурировать OBS. Я давно этим не занимался, просто попробовал сейчас поэкспериментировать. Так вот, самое главное. Дайте мне просто обратную связь, там плюс, а нити плюсик поставить в тележке, или там на ютубе, я продолжу. Соответственно, есть еще режим неблокирующего чтения. И он, на самом деле, намного более предпочтительен, чем режим блокирующий, потому что это позволяет вам, соответственно, читать и писать в компорт неблокирующий. Кстати, запись тоже может быть блокирующий. То есть, ну, это не совсем корректно, там, допустим, для компортов, но устройство может быть блокирующим. Те, кто разрабатывал мод для ядра, наверняка знают о том, что может сделать блокирующий, неблокирующий. И я, допустим, делал такую штуку, очень удобная, можно сделать драйвер. Я, конечно, не в ту степь пошел, но, тем не менее, по поводу блокирующего чтения и записи, можно сделать драйвер, который бы разблокировал чтение или запись в нужный момент. И, допустим, если вы делаете кат драйвера, ну, допустим, файл устройства драйвера, и у вас блокирующие чтения, то кат можно сделать в башевский скрипт, когда кат провалится, тогда, когда нужное событие произойдет. И кат выполнится, и вы сможете выполнить дальнейшую часть скрипта. это тоже бывает очень удобно. Соответственно, это вот был хороший пример, такой простенький, достаточно простой, для блокирующего чтения. Марк Пол вопрос задает показать, а что показать, я не очень понял. Надо понимать, что у меня задержка с вами достаточно большая относительно того, что вы слышите, и относительно того, что я говорю, поэтому желательно бы, чтобы вы говорили, что вы хотите. Так. Здесь есть ну, кат проваливается, это драйвер устройства, это достаточно сложная вещь, я в любом случае не покажу, потому что он даже на встраиваемом устройстве был. Здесь у меня написана небольшая библиотека, я сейчас ее продемонстрирую, мы перейдем туда. Здесь моя программа, я немножко ее упростил, когда-то я написал небольшую библиотеку для работы с компортом. Здесь уже более предметно я расскажу о некоторых вещах, то есть о неблокирующем чтении, а также как управлять соответственно линиями RTS, DTR, и вообще на самом деле компорт вот этим сигнальным линиями, можно управлять как GPIO и соответственно управлять какими-то устройствами. Здесь Алексей Просаков на YouTube спрашивает, как файлы примеров получить. Я планирую, во-первых, их выложить на гид сегодня, эти примеры, просто руки не дошли, и я их, соответственно, это видео будет доступно дальше по ссылке, ну то есть можно будет найти на моем канале на YouTube и выложить эти файлы примеров как подпись, ссылка на гид на, под, в описании к видео. И также те, кто соответственно у меня в телеграмовском чате, они тоже получат ссылки в телеграмовский чат, эти примеры. Так вот, соответственно, это моя уже библиотечка, такая более удобная, которую я для себя в свое время написал, используется уже такая более, более, ну, более удобный вариант. Соответственно, уже более, более хитро разбитый. Здесь много, много закомментирован, потому что позволяет гибко использовать эту библиотеку. Вернемся, начнем с, соответственно, main файла. Он достаточно объемистый, поскольку я здесь сделал, чтобы мы могли указать файл устройства, указывать скорость, которую мы хотим, там, и переводить RS-485, это, соответственно, parse options, это мы получаем с помощью GitOpt, опции, по-моему, я на лекциях рассказывал, как пользоваться GitOpt, может быть, и не рассказывал, если не рассказывал, то спрашивайте, расскажу, GitOpt, тоже очень хорошая вещь. Здесь мы открываем Comport, и инициализируем RS-485, если нам нужно. И тут у нас я уже говорил, что наше устройство, которым я пользуюсь, вот этот считыватель, для него необходимо установить RTS и DTS. GitOpt я расскажу обязательно, но, наверное, на лекциях своих, которые платные уже. Так, соответственно, есть файлик работы с UART. У нас есть инициализация этого UART, где мы передаем соответственно текстовое, ну, название Comport, который мы хотим открыть, и скорость в INT, переданная, считанная с параметра командной строки. Есть у нас чтение компорта, мы передаем чтение компорта файл дескриптор, длину, тайм-аут, какой нам ждать, и указатель на буфер. Запись компорта, соответственно, файл дескриптор, буфер, размер, сколько мы хотим прочитать, и тоже тайм-аут. Есть init 485, set DTS, set RTS и set blocking. Это сейчас более подробно разберемся. Инициализация компорта. Я открою предыдущий пример, поскольку будет проще немножко сравнение все делать. В инициализации компорта здесь у меня точно так же есть структура термиоз, которая называется Options. Мы открываем компорт для чтения записи, не управляющий терминал, без задержек, чтобы у нас наиболее быстро он работал. Если у нас меньше нуля, то ошибка у нас компорта здесь у нас не выход, потому что у нас ошибку эту отрабатывает уже мейн-программа. Теперь самое главное, каким образом переключить компорт из блокирующего в неблокирующий режим. Это осуществляется командой либо этой, либо другой. Я так понимаю, что N-D-L-A и F-N-D-L-A это одно и то же значение. Не могу ошибаться, но просто мне ругался один компилятор на ARMY на O-N-D-L-A и пришлось поставить вот эту опцию. Это то же самое, как я понимаю. То есть F-N-D-L-A мы говорим файл Descriptor установить параметр F-N-D-L-A. То есть у нас переходит компорт в неблокирующий чтение. После этого мы проверяем чему у нас равно скорость если передано неравной нулю, то мы устанавливаем скорость, которая была или по умолчанию на скорость 115-200. GetBout у нас есть параметр это константы из термиоз файла include мы должны по соответственно из интелло значения получить вот этот макрос и установить уже по макросу скорость. После этого устанавливаем точно так же как и предыдущем примере все все эти нюансы в неканонический режим эхо. Здесь одна из больших проблем которая у меня возникла. Я уже рассказывал что моя программа она не заработала так как должна была заработать. Я с помощью программы STTY выяснил как что же какие же опции были установлены другим другой программы как конкретно катком что у меня завелась программа ну и вот эти вот все опции я сюда просто из вывода STTY сюда внес как раз вот не было ignore BRK которое я уже кстати говорил что это такое тут у меня открыт по-моему в самом верху игнорируем режим BRK при вводе то есть он не был включен игнорированный режим BRK когда мне приходил символ BRK у меня соответственно все отваливалось ну Константин выложите конечно то есть мне не жалко вот если люди хотят вот Константин предлагает в группе выложить ну в телеграм соответственно там будет этот документ все остальные там они не так важны вот эти все опции они без них прекрасно работать самое главное было вот эти две опции которые у меня не стояли то есть когда-то давно-давно я написал эту библиотечку и не очень большое внимание ей уделял собственно говоря вот ASIC здесь был снятый ASIC вот он можно вот так вот так установить а вот это удалить и оно будет точно так же работать то есть сигнал отрабатывали сигналы и мне соответственно программа прерывалась это установка здесь самое главное в неблокирующем режиме то как установить неблокирующий режим это вот эта строчка самое главное FN DLA так теперь самое главное как осуществляется неблокирующие чтение неблокирующие чтение осуществляется если вы просто сделал read при неблокирующем чтении и вы просто говорите там вот по такому файлу дескриптуру в буфер прочитается только tbyte но read неблокирующий если ничего в буфере нету ну имеется ввиду в буфере ядра то он у вас просто сразу выпадет и говорит read 0 то есть он ничего не прочитал и очень неудобно если сделать бесконечный цикл который будет ожидать байта из рида то это будет безумно нагружать процессор потому что это будет постоянно будет системный вызов read там ничего нету и read снова будет падать обратно поэтому делается системный вызов пол который собственно говоря и позволяет вывалиться по тайм ауту есть такая структура пол пол fd ну чтобы если вам не очень не знаете как детали про нее не буду сейчас подробно написать но про пол просморно man пол и дальше как им пользоваться полом то есть есть структура пол fd где мы указываем соответственно файл дескриптор и событие которое мы должны обрабатывать то есть мы говорим указываем файл дескриптор fd событие это in и когда мы говорим пол говорим указать на эту структуру и говорим что у нас по-моему пол второй параметр это у нас а time spec ну соответственно так просто пол да там nfg я даже не помню что это такое даже по-русски на самом деле можно посмотреть сейчас так так соответственно а это указательная структура да это количество этих структур все понял собственно говоря у нас одна структура то есть указатель 1 одна у нас и соответственно говорим что время timeout дается отсюда это в миллисекундах то есть когда мы говорим timeout то мы ждем тысячи миллисекунд если у нас ничего не упало то соответственно мы проваливаемся дальше мы проверяем что да у нас событие было пол-ин читаем если у нас ряд если у нас не было чтения то мы не попадаем вот сюда и просто вываливаемся по timeout это был timeout вот способ соответственно чтения не блокирующего чтения аналогично соответственно такой же записи по timeout это пол-аут то есть когда у нас освобождается буфер вывода то мы записываем это не обязательно делать то есть на самом деле в write можно делать честно просто в write и все единственное надо проверять сколько было записано здесь может не очень элегантно сделана проверка сколько было записано то есть по хорошему сделать цикл проверки сколько было записано относительно того сколько было потребовано записи и пока мы все не выплюнем не нужно выходить из этого дела но в данном случае меня вот это все устраивает Вот. Теперь что же мы делаем в самой программе? Первое. Как осуществляется управление, соответственно, РТС и ДТР? Управление РТС и ДТР осуществляется с помощью системного вызова ИОЦТЛ. ИОЦТЛ описание вот этих вот макросов, оно у нас производится в файле, который на самом деле системно-зависимый, то есть он не всегда будет точно так же, сейчас покажу как. Это, соответственно, CAD и USR. Сейчас я себя напомню. Так, 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 так. Вот. Он находится в CAD, USR INCLUDE, ASM GENERIC, это говорит, что платформа-зависимая штука, TERMIOS H. Вот эти, собственно говоря, структура TERMIO наша и вот эти макросы, которые определяют, как это все устанавливать. Ну и здесь даже пример, как это установить. То есть установить, соответственно, ДТР, РТС, считать их значения точно так же мы можем, точно таким же образом, с помощью, ну, с помощью CTL. То есть точно так же можно устанавливать и снимать эти значения. Вот пример установки setRTS, то есть мы говорим, получаем флаги с помощью системного вызова geoget, указатель flags, это int у нас. После этого устанавливаем, либо устанавливаем, либо снимаем флаг РТСа и дальше записываем соответствующие уже измененные флаги. Точно так же, вызов РТС, мы, соответственно, с помощью UCTL устанавливаем флаг, читаем флаги, устанавливаем флаг, либо снимаем этот флаг и точно так же возвращаем эти флаги обратно. Я надеюсь, я не очень быстро рассказываю и хоть как-то народ складывает это все, если есть вопросы и понятно ли я объясняю. Какая-то обратная связь бы у меня. Еще плюс, важный параметр, как инициализировать RS-485. Я обращу ваше внимание, что вот эта вот RS-485 структура, RS-485.conf, она присутствует далеко не во всех драйверах и далеко не везде все это работает. Но я ее вставил, потому что в надежде, что она как-то мне поможет в моей задаче. Вот, соответственно, мы устанавливаем RS-485, это из документации, но вот вся вот эта функция, все, что она делает, то есть задержка до отправки, RS-485 после отправки, соответственно, дергать РТС, ЦТС, дергать РТС после отправки, до отправки, то есть вопрос того, как управляется режим передачи. Я напомню просто, что такое RS-485, для тех, кто не в курсе, RS-485 это, проще говоря, ком-порт, у которого RX-TX, ну для программиста, RX-TX соединены местами и необходимо переключать режим передачи и приема, чтобы не принимать свои же данные. На данный момент RS-485 передатчики, они это делают автоматически в зависимости от буфера, то есть есть данные в буфере, то есть режим передачи переходит, нет данных в буфере в режим приема. Но немножко она работает как-то не очень гладко и есть старый прием RS-485 адаптеры, который управляет, собственно говоря, с помощью РТС. Считается это не очень корректно, не очень правильно и не всегда хорошо работает, поэтому вот такой пример. Я могу так сказать, в моей практике вот эта функция работы с RS-485 не работает, но это из официального мануала Linux, из официального мануала по ядру и как бы вот прям код, копипащен оттуда и все вот эти комментарии, это не я писал, это просто оттуда не взяты. Мне он не помог, но не сказать об режиме RS-485 я не могу. Точно так же РТС и ДТР это тоже для попытки управления соответственно RS-485. Теперь вернемся к нашему кардридеру. Уж очень много я говорил о библиотечке. Я ее обязательно передам. Я ее вот конкретно, эта библиотечка, в общем-то я думаю, что она вообще будет полезна. Я это все сархивирую и быстренько брошу в чат, если мне будет не лень. Вот, а если будет лень, то, ну то есть если будет не лень, я сделаю, выложу на гид, а если будет лень, то все только в чате останется. Теперь что же мы делаем в основной программе. Давайте вот вернемся к основной, самой главной программе. Main. Первое. Мы партируем соответственно опции, где мы передаем скорость в файл устройства, который у нас будет, и открываем Comport. После этого мы устанавливаем RTS и DTR. И если просто это сделано специально, чтобы у нас мы могли читать с нашего ридера. И соответственно мы можем после этого начинать читать. Здесь я сделал бесконечный цикл, считывать по 10 байт и в буфер. И выводить содержимое этого буфера. Если у нас нету данных, то есть мы по тайм-ауту проваливаемся, то мы выводим на экран No Data. Давайте я продемонстрирую, как это все работает. И обязательно мы сейчас еще специально жестко снимем RTS и DTR с нашего устройства. Мы предварительно откроем Serial. А, не откроем Serial. Открыли. И снимем DTS и CTS. Соответственно, у нас сейчас наше устройство не сможет ничего давать. То есть вот в этой же программе, которую мы сейчас открыли, она у нас не сможет ничего прочитать. Я сейчас включу видео, что я показываю, что я в действительности возюкаю. Но у нас ничего не происходит. То есть, покуда у нас не включен DTR и CTS, вот я включил их, и слышно было наверняка вам, что напикнуло, теперь у нас будет это. Вы убедились, что эти DTR и CTS отключены. Мы отключаемся. Ну и монитор. Мы сейчас увидим, как все это будет выглядеть на мониторе. Переходим в нашу программу. Это Card Reader. А мы тут и находимся. И выполним. Она у нас просит, чтобы мы указали соответственно устройство. D, TF, TTY, USB 0. Boud rate. Это у нас 9600. Ну и RAS485 нам не нужно, и оно нам сейчас ничего не даст. Но тем не менее, можно указать, что это RAS485. Вы слышали, что пикнул Reader. Я думаю, что у вас видно было, даже мигнули светодиоды. И сейчас мигает no data, потому что я ничего не ввожу. Каждые одну секунду мигает no data. А теперь я провожу, соответственно, карточкой. И у нас выпали данные. То есть, он считал эти данные по одному байту. По одному байту и вывел их на экран. Еще раз. А, RAD1 это у нас так. Сейчас я посмотрю. Мне вот эта пятерка в конце смущает, откуда она там взялась. Сейчас, походу, тоже будем отлаживать быстренько. А, РAD1 это что-то. О. Видите, по 10 байт теперь считывает. То есть, вот эта опция, сколько считывает, она тоже оказывается, сколько необходимо. И если тайм-аут у нас здесь равен нулю, то он дальше его тоже не отдаст. Очень важны вот эти тоже два параметра, потому что сколько у вас будет считано за раз, то есть минимально, и сколько времени это будет ждать. А здесь я запрашиваю в кардридере по 10 байт. Вот это 10 байт и тайм-аут у меня еще секунда. То есть, смотрите, вот это говорит, соответственно, драйверу ядра, сколько минимально отдавать за раз. Если у нас не будет этого количества, то он ждет 0,1 секунду и отдает оставшееся. А это у нас мы сколько запрашиваем за раз прочитать. То есть, проще говоря, сейчас я еще раз комментирую. Прокатываю. И вот он последнее отдал. Откуда эти пятерки? Непонятно. Так. Сейчас. я говорил компорт он разве что щи не варит потому что вот этих всех тонкостей нюансов настройки их очень много вот он по одному байту прочитал здесь еще кстати вот эти косяки которые возникают очень веселые они возникают очень про по простой причине сама карточка вот эта который мы считываем она имеет не только аске внутри себя но также имеет еще внутри себя соответственно непечатные символы и эти непечатные символы портят нам терминалы и вызывают и возникает всякие неприятные всякая хрень а я делаю достаточно простая то есть ту строку которая считываю сказочки который на самом деле не является аске строкой по большому счету я точно также ее и пишу на экран что не очень корректно можно сейчас модифицировать программу которая будет просто принт ну делать принтф ну и делать ее выводить в хиксах то что там есть на самом деле либо мы пока ну пойдем дальше потому что времени уже много и мне кажется будет это намного интереснее но вот обратите внимание в несколько моментов что еще раз обращу ваше внимание на такие нюансы то есть это сколько мы запрашиваем сколько нам будет ядро порции давать с какой периодичностью то есть если там ничего нет он все таки нам отдаст эти данные а здесь в том же юарте есть у нас еще не было при неблокирующем чтении у нас еще есть собственный тайм аут то есть соответственно мы ожидаем вот в этом тайм аут если у нас не будет никаких данных то есть ничего у нас не упало никаких данных не удалось получить то мы все равно соответственно выпадем из этого может быть какие то вопросы есть я себя не отключил вы наслаждались мной есть ли вопросы константин говорит что это переполнение буфера не может быть переполнение буфера потому что буфер у меня очень большой вот он буфер 1024 а я всего лишь 50 из него запрашиваю я думаю что это просто портится вывод на экран на самом деле вот уж больно похоже на порчу вывода на экран потому что видите видите здесь единица вместо ред единица здесь появляется то есть это просто подпорченный вывод на экран я думаю что я еще поправлю потом эту программу и более детально не покажу ну напоследок я хотел оставить такое не самое вкусное для того чтобы было понятно как как и что у нас тут происходит марк значение постоянно меняется в каком смысле значение меняется ну мы же читаем карточку в общем то обычную карточку магнитную и соответственно мы должны как-то с этой карточки на ней записано значение вот я на самом не очень боюсь демонстрировать и не боюсь там демонстрировать все возможные вещи потому что карточка давным-давно просрочена и по моему даже несуществующего банка поэтому я не очень беспокоюсь на сей счет теперь самое вкусное хотелось вам продемонстрировать напоследок я абсолютно благодаря магазина чипстер сейчас уж не будет реклам потому что не такие большие объемы как говорится людей меня смотрят и не самый может быть сейчас удачный мой стрим но тем не менее благодаря магазин и чипстер и это абсолютно как говорится на правах сотрудничество было у меня появились два вот таких вот две такие железки это юсб туком то есть юарт переходник на микросхемах сейчас мы их я их подключу вы увидите как они подключены и мы попробуем сделать 0 модемную связь с двумя микросхемами и передать по ком порту соответственно файл возможно это будет не очень честная передача потому что я не буду использовать никаких Z модем X модем и прочих умностей которые по большому счету должны применяться для этих целей я просто будет блокирующая запись запись блокирующая чтение и сохранение прочитанных значений файл ну вот я продемонстрирую как это все будет выглядеть для вас сейчас я подключу ДМЕСК ДМЕСК мы отключим ком порт в котором мы считывали нам главное не перепутать rxtx сейчас я подключу так 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 один подключился второй подключился я на самом деле покажу как это выглядит чтобы вы понимали как это все на самом деле выглядит вот это все безобразие выглядит следующим образом то есть я просто сзади компьютера их воткнул и у них перемкнуты rxtx между собой так так ну мы с вами видим что подключился TTYUSB0 TTYUSB1 убедились в этом и надо проверить что у них на самом деле rxtx корректно перемкнуты между собой марк не очень понимаю на самом деле вопрос что за программаторы для linux я не пользуюсь программаторами это слишком объемное понятие макс март пол спрашивает может ли сделать видео про программатор для linux и как ими пользоваться все только под винду я не знаю программаторов великое множество огромное всего чего только можно поэтому это не некорректный вопрос да в чате FTDI прислали так вот нам необходимо проверить что у нас это все работает мы сделаем два окна я даже вот так вот сделаю так вот вот minicom минус s настройки настройки последнего порта usb 0 я я хочу 115200 сделать потому что это на самом деле и выход соответственно здесь у нас usb 0 а здесь usb 1 настройки последнего порта usb 1 и 115200 вот и мы выходим вот говорит о том что у нас tx на rx 1 приходит видите я в окне вот в этом окне пишу а передача идет вот в это окно ну и соответственно обратно то есть я корректно подсоединил rx tx а передача по ком порту идет мы можем в этом убедиться мы можем точно так же в этом убедиться на самом деле открыв программу нашу чудесную sniffer сейчас сейчас clear делаем вот и у нас соответственно вот так раз два три и вот они передача у нас была видите вот это наше то что было передано так мы убедились что прием передач у нас работает открываем продолжаем работать с этими нашими терминалами выходим и переходим в папочку send receive file что же у нас в этой папочке лежит в этой папочке в этой папочке лежит пример взятый вот отсюда сейчас покажу не самый удачный может быть пример собственно говоря c программ так но тем не менее программа передачи файлов по через ком пор не могу сказать что она очень удачная здесь я немножко поправил потому что много всяких проблем ссылку на эту программу я тоже дам все ссылки я обязательно скину что у нас будет представить передатчик передатчик будет у нас на ttyqsb0 программа main открывает порт и отправляет в порт значения открытие порта соответственно осуществляется мы переводим режим блокирующего записи устанавливаем скорость баудрейт у нас чему тут равно да баудрейт у нас равно соответственно 15200 устанавливаем скорость видите себе flag можно с помощью скорости установить скорость анализ можно установить если вы помните вот скорость здесь устанавливалась с помощью ctf speed вот таким вот образом либо можно установить с помощью флага это эквивалентные записи просто это обертка макроса была и флаг не канонический режим соответственно и здесь человек еще подзаморочился и все управляющие последовательства просто убил чтобы они не мешали ему при передаче файлов кроме еще времени соответственно приемник а ну передатчик самое главное что он делает передача так как он осуществляется то есть sendport мы открываем порт открываем файл который мы хотим передать определяем его длину в самый конец режим файла получаем длину его и устанавливаем снова на начальную длину выделяем память под файл и читаем в буфер этот файл после этого этот буфер с читанного файла мы просто передаем но это один из вариантов можно на самом деле было бы мап сделать файла то есть не заниматься вот этим там чтением дополнительных накладных расходов а просто мап файлы сделать если вы помните мы маппили файл на память и просто передать указатель на этот файл на эту область памяти которую мы смаппили и просто передать соответственно его длину размер ну размер все равно так или иначе придется выяснить таким вот хитрым образом и записываем этот файл просто в компорт то есть это в sendport то есть мы открыли порт и записали здесь соответственно надо применить эти атрибуты в приемнике что мы делаем мы здесь в приемнике точно так же точно так же конфигурируем компорт абсолютно идентично конфигурация компорта можно даже было вынести это в отдельный файл но мне неохота было писать make файлы и так далее и читаем этот файл дальше мы просто открываем файл куда мы будем сохранять читаем поочередно весь этот файл поочередно то есть пока у нас единицы почитаем читаем по коду у нас мы не прочитаем 0 байт вот может быть еще обратите внимание вариант E-Again очень тоже такой я здесь риот хотел тоже помню показать что man-риот E-Again если у нас не блокирующее чтение то вот нет данных доступных для чтения то риот может вернуть E-Again в error то есть может быть возвращено E-Again F-Control функция термиоза это где была F-Control F-A-C-T-L нет это системный вызов можно посмотреть что это такое сейчас покажу я даже отдельный терминал сейчас его открою так нет не будем так это системный вызов F-Control то есть мы на самом деле это операция с с файлами то есть это системный вызов не имеет никакого отношения к не имеет никакого отношения к термиозу это просто файловая операция это аналогичный E-Again вызов и они даже могут дублироваться то есть их функционал с E-Again может дублироваться с F-C-T-L вернемся к нашим нашим файлам и соответственно здесь у нас тоже по-моему закомментирован Receive f-C-A-G-C-C J-C-C не корректно R-M-E-Out минус O receive ой Все, уже устал. Minus or receive. Значит, так же, cc send. C-minus or send. Соответственно, в качестве источного источника файла, источного источника всего этого данных, которым будем передавать, это просто я скопировал копию man страницы функции read. То есть кусочек текста функции read. Мы, соответственно, здесь запускаем receive. Обращаю внимание, что receive блокирующий, и он у нас будет заблокирован. А здесь мы запускаем send. Отправка прошла. Да, отправка прошла. Мы можем посмотреть, был ли у нас прием. Давайте-ка мы еще здесь сделаем еще одну серию монитор. И мы сделаем вот это YQSB1 захват. Так, я и то открыл. Здесь мы все отправили. Ну-ка. Ну-ка. Мне кажется, что тут очень было намудрено с вот этим вот неканоническим вводом вывода. Сейчас мы его поправим. Просто я скопирую отсюда init.com-порт. Так, сделаем его вот так. Кто-нибудь помнит? Может быть, в джанне есть горячие клавиши, закомментировать это все дело, все строки. Мне просто не охота это все. Так-то в этом, в редакторах, вот это я знаю, что есть там функция закомментировать все строки. Ладно, сделаем проще. У нас самое главное, это у нас не блокирующие, но я заменю просто open-port нашей. Все блоки там не нужно. Так, open-port. будет dev, tty, sb, sb1, sb0, sb0. about сделаем и здесь у нас будет блокирующее чтение соответственно точно так же так здесь у нас соответственно отправляем мы на ct yqsb0 а поднимаем на ct yqsb1 так здесь равно не тот не тот терминал постоянно открываю а все понял сделаем проще и выкинем ct yqsb1 вот так вот оставим вот а этот и и и и и соответственно что у нас тут будет а и 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 Так, Erno не декларирован, так, еще, кстати, интересно, здесь не ругнулся, а тут ругнулся, ну, мы лучше посмотрим. В Sandy Erno, а здесь в Receive есть Erno? Да, а тут нет Erno, хотя написано одним человеком. Так, это, соответственно, есть, это, соответственно, есть. Так, откроем. У нас отправка идет, отправка идет с нулевого TTY USB, да, TTY USB 0. Модем девайс у нас есть точно, вот он. OpenModemDevice, вот он, TTY USB 1, вот он. USB 0, а тут, соответственно, модем девайс USB 1. Вот, email мы USB 1 тут будет, это будет правильно. Так. Приемник на USB 1. Давайте мы приемник сейчас Minicom запустим, проверим, что у нас Minicom. Minicom. NSS. Настройки последних порта. USB 1. E. E. Выход. Вот, соответственно, мы можем сейчас Send запустить. Да, все, у нас, соответственно, отправка у нас сработала, и Minicom у нас получил вот этот файл. Ага, то есть вот так вот мы сейчас сделаем. Да. Т.е. минус W. USB 1. E. E. И, соответственно, должен вообще красиво сейчас сделать. Вот он, соответственно, красиво все сделал. Так. Ctrl Z. И теперь Receive должно быть. Запускаем Receive. Запускаем Send. И у нас передача прошла. То есть, соответственно, отправлены сообщения. Они принялись на нашем Receive. Таким вот образом, обращая внимание, что блокирующее чтение было, мы по одному байту считывали. Пусть это и было не очень удачно, элегантно и красиво. И вывели это на экран. Но у нас нет никаких управляющих последовательностей, которые бы обозначали конец, начало передачи данных, конец передачи данных. И мы никак не можем проконтролировать, что у нас отправился файл, закончилась отправка файла. Как мы? Никакого диалога у нас нет. Поэтому мы можем только прервать, соответственно, наше сохранение файл. И наш файл, мы можем убедиться на диске, что у нас появился после этого файл знамя .dxt, который содержит, собственно говоря, содержит вот это значение. Ну и в конце у нас end of file был, конец файла. 0. Вот этот файл, который был передан чисто по компорту. Я могу еще раз продемонстрировать, удалить его и показать, что в действительности это была передача по компорту. то есть вот receive, вот он send, вот была передача и, собственно говоря, снова появилась знамя .dxt. Вот этот файл. Ну вот на сегодня все. Я, в общем-то, на сегодня все. Я, в общем-то, так вот в общих чертах, кратко, может быть, меня-то не очень понятно рассказал о компорте, о тех проблемах, которые возникают. Но мне очень хотелось поделиться, потому что эта вещь такая скользкая и разве что он еще не варит. будет. Я хотел бы от вас услышать вопросы. Вот. Какие есть вопросы по этому поводу, что вы можете сказать мне, есть ли какие-то интересы. Я всячески советую, во-первых, подписаться на меня в ЖЖ. Я там выкладываю свои, ну то есть, в будущем какие будут у нас стримы и так далее буду планировать. Это вот мой ЖЖ длинный, соответственно. Также есть наш Телеграм-канал. Ну, как я там, там можно у нас задавать вопросы. Телеграм-канал я скину обязательно в подпись под видео. И сейчас по окончании видео я, во-первых, скину молча сейчас в Телеграм-канал наши все ссылки, которые были использованы в этом видео. и, соответственно, все программы сархивируют туда скину. Еще очень важный момент. Хочу просто обратить внимание. Я в посте это говорил, что основные документы по поводу программирования компорта, с чего стоит начинать. Но они, опять же говорю, не исчерпывающие. Это программирование компорта. Это pdf, это serial how-to. Просто serial how-to. И, собственно говоря, это будет подробная документация про последовательный порт в Linux. Что это такое, как с ним работать. Также, соответственно, сериал программы how-to. Здесь очень хорошие примеры. И примеры программы, и примеры кода всевозможного, которым можно поэкспериментировать. И у нас достаточно все намного лучше объяснено, чем говорю я. Как мы, кстати, можно обратить внимание, здесь кусок кода, как раз который был применен у вот этого товарища, где мы сейчас передавали файлы. Здесь ничего такого нового не будет относительно того, что я сказал. Но, думаю, все равно будет полезно. Serial how-to. Текст терминала how-to, потому что я уже касался графического терминала. И так или иначе. И модемы, если кому нужно, как работает модем. Здесь вопрос... Здесь вопрос, не староват ли 98-й год. Я открою страшную тайну, что вот это вот все, то, что по терминалу и конфигурированный терминал, я думаю, что этому всему лет больше, чем мне в два раза. Вот. То есть это, я думаю, годов семидесятых все это дело. И если не шестидесятых. То есть эта вся тема пошла еще с больших, огромных ЭВМов и с первых Юниксов. И оттуда все это тянется, и все вот это вот безобразие и хулиганство тянется с тех времен. И все вот это вот... Вот эта вот вырвиглазная система настройки компортов, когда очень все сложно, она идет именно оттуда. И оттуда же идет вот эти вот все странности с сигналами и так далее. Поэтому 98-й год это очень даже современная документация, которой вполне можно пользоваться. Она до сих пор актуальна и не потеряла свою актуальность, я вас уверяю. Я думаю, что даже если 90-х годов взять что-нибудь. Соответственно, это вот краткая аннотация, просто эти документы тоже, их стоит иметь в виду. И соответственно, главный, самый главный документ это MAN по термиозу. Ладно, я в общем все остальные ссылочки, все что я знаю, все о чем я говорил, я сейчас скину в Telegram канал. Как говорят, да, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте поделиться видео, но это не о том. Буду стараться делать и стримы, и видео. Это видео будет доступно на YouTube по ссылке, вы можете его пересмотреть, когда вам будет удобно. Я постараюсь, наверное, сделать видео более качественные, более лучшие. Если я немножко был косноязычен, прошу меня извинить. Начинающий, будем улучшать все. Всем счастливо, всем пока, спасибо, что были со мной.